Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей! Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов. Play, а это Grand Mother, она же грандиозная мать, она же бабуля, судя по всему. Нет, это не Грэнни, хотя на ярлыке игры весьма похожая страшная рожа нарисована была. Вот, собственно-то, да. Это инди-хоррор, в который мы будем ходить по особняку. Не по стандартным домам, в которые мы обычно ходим, потому что я вот тут гуглил опять Steam, смотрел, что там выходит. Короче, выходят хорроры, они, знаешь, они даже на краях этих, на скринах, на превью-скринах в Steam. Вот те же самые дома, которые мы в последние разы уже видели раз за три во всех разных играх. Один и тот же дом, одни и те же улицы, одни и те же вот эти. Ой, короче, махнул рукой, не стал их даже смотреть. Короче, поехали, старт нажмём. Day 1. По отзывам их, вроде как, немного, но которые есть, они вполне даже, типа, ну, нормальные. А, F, F. Так, F это поджечь свечу, хорошо. Хорошо. Не понял. F поджечь свечу, говорю. Хорошо. И чё? Всё? Пошли. Окей. Что ты делаешь? Ты хочешь её потушить мне? Я не понял, почему она... Я не понял, почему она первый раз потухла, ну ладно. Так, короче, будут скримеры, если, то кричи. Если не страшно, то не кричи. Посмотрим, какие они будут. Так, пресс, Е, чтобы Open Door, без проблем. Так, а ты можешь мне, пожалуйста, светить свечкой, так как я хочу? Ну, пока что всё весьма стандартно, но... О, ебать! Всё, что ли? Всё, что ли? Серьёзно? Всё? Так, я не понял. Я думал, что этот... Ай-яй-яй! Я думал, что этот хоррор на, типа, подлиннее. Так это ж Грэ не такая же... Серьёзно? Подожди, я почему-то думал, что этот хоррор на подольше, чем на несколько секунд. Ну, ладно. В любом случае, у меня про запас теперь... Теперь уже, зная, что бывает вот такое вот, у меня про запас теперь есть, если что. Поэтому, если вдруг, то я, пожалуйста, конечно же... А чё там ету Open Door, я не пойму? А, вот. А как-а-а-а-а-а-а? А-а-а! Блядь, твою мать, стоит собака старая. Едите твою мать. Да подожди твою свечку-то уже, блядь, придурочный. Подожди свечку, я тебя уебу сейчас. Спасибо. А-а-а, ладно, хорошо. А ну, типа, и чё доделать дальше? Просто как бы здесь со свечой бегать не очень удобно. Я не слышу её перемещения, набегает вообще, по-моему, беззвучно. Она здесь одна, что мне делать? Но если это Грэнни, а, судя по всему, а, окей, нужен ключ сер... Это Грэнни плюс Резидент, серьёзно? Ключ с сердцем, ключ виновый, ключ трейфовый, там, где-то, как, крестовый, бубновый. В Резиденте такие же ключи были, по-моему, во второй части или в третьей... И в обеих частях, во второй. Вот. Окей, пока непонятно. Но пока мы, типа, немножко подбосрались. А нужен маленький ключ, хорошо. Нужен маленький ключ и сердечный ключ. Ты руку-то свою засунь, куда ты нормально, что вперёд-то светишь. Что ты делаешь, что ли? Что ты делаешь, драчок? Всё, пошли. Я не знаю, как от неё убегать, когда она появляется, потому что... Екит, твою мать, такой здоровый особняк-то. Сюда, чего? Там дискотека, что ли? Бляха, в натуре ещё будем тусить. Это же этот, не он, как его, да? Вот этот киберпанк, это всё здесь, да? Это всё из этих любимых. Так, а что такое? Клетка тоже из Резидента, по-моему, здесь нужно было совать монетки. Ну, я слышу какую-то музыку, но не слышу, откуда она. Точнее, не помню. Он примерно похож на ту же Грэнни, скорее всего, потому что там тоже... Что такое? Там тоже примерно такие сейчас... Такая болевотно-непонятная играла торчичка. Сэмплик такой небольшой. Так, ну хорошо, а пока мне нужны ключи. Пока нужно два ключа. Опять-таки... Ебать. Нужен королевский ключ, нужна флешка. И всё пока что хорошо. Королевский ключ и флешка. Ну хорошо, королевский, ладьёвский, слоновский, как там конский. А нужен ключ-дракон, без проблем. Бляха, как же много ключей. Это ж нужно по ходу дела всё запоминать. Сюда королевский, сюда дракона, там где-то маленький, там где-то ещё какой-то ключ с сердцем был. Хорошо, я, конечно... А, можно вот это поджигать, да? Нет, окей, только свою можно. Ладно, прикол в чём? Прикол в том, что свечка временами гаснет. И как бы, когда на тебя бежит эта бабка, поджечь свечку уже невозможно. А если ты её начнёшь поджигать, бабка тебя въебёт. Да убери ты руку-то свою! Разогни, придурок! Разогни руку и вот так с ней ходи, пожалуйста. Вот так ходи с рукой, ты можешь мне пожать? Вот так сходи с рукой, говорю, вперёд! Что ты, блядь, её постоянно убираешь отовсюду? Так, я пока не понимаю, где вообще хоть один ключ находится и как они вообще выглядят. Здесь есть тупиковые комнаты, и это печально. А как, кстати, прятаться? Подожди, это же невозможно. В Грэне основной прикол был в том, что игра честная, по сути. То есть ты мог бабку увидеть, мог от неё щемануть. То есть ты бегал на адекватных уровнях сложности быстрее, ну или наравне с баб... Ну, чуть быстрее. Чуть быстрее бабки, и у тебя была возможность просто от бабки убежать и спрятаться. Еб... А, это ковёр такой. Ладно, я думал, кровь. У тебя была возможность от бабки спокойно спрятаться. То есть почему этой возможности здесь нет, это непонятно. Кстати говоря, в конце этого видео, пока сам не забыл, я вам кое-что расскажу. Кое-что расскажу, поэтому в конце этого видео смотри, конечно же, смотри, в конце. Я себе... Так, бабка идёт, что ли? Я себе это сказал, чтобы самому не забыть, потому что если я вдруг забуду, я потом вспомню. Во, ах ты ж, мать, твой ключ, ключ с сердцем, хорошо. Это ключ с сердцем, у меня он где-то там применяется. Так вот, в конце вам кое-что расскажу. У меня есть небольшой информационный блок. Блок, в смысле блок. Блок новостей информационных для тебя. Персонально. Так, маленький ключ. Значит, где-то здесь был ключ с сердцем. Подожди, секунду. Осторожнее, аккуратно, не понял, где? Я где? Да дай свечку-то сюда! Где-то здесь я видел ключ с сердцем. Но он был до маленького ключа. Вот в чём прикол. Так вот, потому что если я забуду, то я потом вспомню. Это чтобы точно не забыть, потому что я уже хотел бы это рассказать уже 517-18 тысяч раз. И постоянно про это забываю. Ну ладно. То есть, как только я обсираюсь, бабка меня видит, и я от нее убегаю. И что нам с ней делать? Ебать, ай, тупик. Секунду, бабуля! Не торопись. Вот, и что, и что, и что, и что, и что? И что мне сейчас сделать? Она бежит за мной, это тупик, я ничего не вижу. Стало темно, я не могу поджечь свечку. Ага! Я нажимаю поджечь свечку, начинает поджигать его по дороге. Прям прекрасно. Прекрасно я пошёл. Так, коврик из главного меню, между прочим. Да, блядь, она бежит, она не отстаёт от меня совершенно вообще. Ну вот это всё, вот этот тупик, спокойно. Нахуй это делаю? Я бегаю по кругу, бабка бегает за мной. Прекрасно. Вот это геймплей, блядь. Вот это геймплей, нахват это хорошо, спокойно. Пожалуйста. Так, хорошо, а как мне отнести отвязаться-то? Бабулюш... Ты куда? Устала, что ли? Отдыхать пошла. Так, ладно, походил отдыхать пошла. Так вот, про что говорил-то? А, правильно, в конце. Всё в конце. Всё в конце, скажу в конце, в конце я скажу тебе, чтобы ты знал. Вот. Так, подожди, а куда же нужен ключ с сердцем-то применить? Блях, а она какая-то слышно, какая-то неадекватная. Она меня... Она сама двери, блядь, открывает себе. Я не понимаю, как только я начинаю бежать, у меня тухнет свечка. То есть в таких условиях вообще невозможно что-то сделать. То есть я забегаю сюда, допустим. Забегаю. А где ключ открывается с сердцем, я не понимаю. Вот всё-то... Всё, тупик, что ли? Дурядь, где бабка-то? Чё ты, блядь, не... А, открылась, вот она. Не туда бежал, маленький. Ладно. Хорошо, это закрою. То есть давайте аккуратно... Я здесь проходил же. Вроде проходил, да. Откуда я проходил? А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Всё, понял. О, подвал. Серьёзно, подвал, мне не надо. Нужно найти, где открывается... Подожди, так я запутался, заблудился. Я здесь не был. А, вот я был. Или не был. Подожди. Так, вот я... А-а-а! Блядь, твою мать, ты серьёзно, что ли? Сфература, блядь. День третий, и что? То есть в таких условиях, в которых невозможно спрятаться, в которых кривая бабка за тобой гоняет вообще, блядь, на всей скорости, нужно что-то придумать, сделать? Какой охуительный геймплей. Прекрасная игра. Я не понял, как я вообще здесь случился-то. То есть я вышел сюда, окей. А как мне нужно было дальше-то? Как мне обратно нужно было сюда попасть? Я вот что заплутал. Я вообще не понял, что попасть. Вот! А, закрыто с другой стороны, хорошо. Где-то здесь была дверь... А, так подожди, мне нужно было все-таки куда-то подниматься, что ли? То есть там где-то была какая-то дорога наверх. Вот здесь ключ с сердцем. Нет, не здесь. Твою мать. А что здесь? Окей, здесь куток. Я реально не понимаю, как от нее прятаться. Она просто бежит с тобой и не дает ей совершенно никакого шанса. Это, конечно, более симпатичная пародия на Грэйни, но сделана она отвратительно, на самом деле. Здесь нет возможности от бабки убежать, пока бабка... А, блядь! Пока бабка просто не устанет и не убьет тебя. Ну, конечно! Конечно, конечно, если здесь. Ну, конечно. А что еще делать? Давай сразу, бабуль. Давай я сразу выхожу. День пятый, нахуй. Давай покажем заставку. Может там, например, все хорошего будет. И пойдем в следующую игру. Потому что это невозможно уже. Что это такое? Подожги-то свою ебучую свечку-то, сука, полудурочный. Ведь он не поджигает. Подожги свечку-то! Спасибо. Блин. Я не понимаю, она дышит, что ли, так сильно, как дракон пышет или что? У меня при виде нее сразу свечка тухнет. Сразу свечка просто раз и потухла при виде нее. Главное, без нее бегу, волосы назад, пятки сверкают, все, пожалуйста, свечка горит. Как-то... А, все потухло. Ладно, окей. Ну ладно, дело не в бабке. Подожди свою сраную свечку! Подожди, сука, ее, пожалуйста. Это не... В это невозможно играть, если что. Абсолютно это неиграбельно. А где заставка? Так нечестно, так неинтересно, конечно же. Сейчас. Еще одна игруля. Тоже инди-харрорюля. Под названием «А письмо тебе». Тебе письмо. Письмо тебе пляши, танцуй. Кто-то тебе что-то написал. Наверное, будет что-то интересное здесь. Вообще, не понятно, про что. Какой-то призрак какое-то письмо мне принес. Скорее всего, там что-то интересное. Либо он, наверное, скажет, что типа ты умираешь. Все, типа того. Так, а есть здесь, чтобы русский язык или этот, например, какой-нибудь субтитр? Ну и ладно. Ну и ладно, разберемся так. Не забывай о своей саните. Нажми тап, чтобы инвентарь открыть. Хорошо. Что такое саните? Саните где-то... Я встречал такое слово. Я не помню, что это. Саните. Может, какая-нибудь психиатрическая устойчивость или что-то того. Так, смотри-ка. Саните. Здравомыслие. А, ну так. Здравомыслие, понятно. Так, пресс-любой кнопка, на. Здравомыслие. По-моему, где-то было в какой-то игре здравомыслие. То ли... А, мистер Эвенс хочет тебя видеть. У него письмо для тебя. Как это называлось-то? Про особняк. Пайн-вью-драйв. Пайн-вью-драйв. Там тоже был здравомыслие какой-то, вроде как. Пайн-вью-драйв же нет? Вроде да. Там еще была тоже свечка, что-то это. Что, блядь, только что произошло. Я не знаю, но кто-то явно увеличил мне этот. Явно увеличил мне сенсити витивить. Сто процентов прям. В той игре она была... В той игре она была нормальная. Пусть будет не в 0,99. Вот так хорошо. Вот так уже получше. Так, ну и что здесь? А? Возьми свои таблетки? Таблетки на столе в конце коридора. Ебать, что происходит-то? Ой! Ой! Застрял. Так, ладно. Ой, такой металль, мы уже где-то видели. Use a door, найди ключ. Хорошо, здесь тоже нужно искать ключ. Прекрасно. Вертикальная синхронизация здесь вообще в игре присутствует какая-нибудь хотя бы, чтобы какое-то было. Так, Game Volume и графика. Вот смотри-ка, графика, фуллскрин, в виде синк, тон-синк. Я тебе сейчас дан, но тон-синк. Давай синкируй мне. Когда ты включаешь синхронизацию вертикальную, пропадает вот эта вот херня. Видишь, она пропала. Только что здесь рассыпалась игра на линии, а теперь линии нет. Потому что синк, вертикейшн, синхронизейшн и заебэйшн, все получается. Так, экзамен, книжка. И что? Интересно. Так, где-то в конце коридора пилюльки стоят на столе. Это они? Take. Да, окей, пикет обпилился. И что делать? И где мое состояние? Как мне его посмотреть? Так, это все открывается. Окей, это мне нравится уже немного больше. Замы, по крайней мере, неадекватная старуха не гоняется. Схватить чего? Ты что-то прятал здесь? Давайте поставлю на стол, там посимпатичнее. Ты можешь смотреться. Давай сделай вид, что ты жрешь. Давай. Типа, у тебя тоже нужно питаться. На, вот ешь. Ешь. Ебать, Новый год. Прям лицом в салат. Нормально. Так, ладно, мы пришли. Мы пришли, нам нужно искать ключи. То есть все. А есть фонарь? Нет, фонарь. О, могу увеличивать. Хорошо. Могу увеличивать, а могу так вот делать, как будто мне страшно. Как будто прям какая-то хуйня происходит. Так, ищем ключи. Ищем ключи, наверное, мы их найдем и что-нибудь там откроем. Там было написано, какой ключ именно нужен или не было? Так, а тейк? Что такое взял? Фотки какие-то. Фотка какой-то двери, картина, часы и дверь открыта. Хорошо. Без проблем. Ладно, здесь, по крайней мере, в натуре никто не гоняется. Есть время подумать, есть время понять, что вообще от нас требуется. Фонаря никакого нет, это плохо. Это вообще не открывается. Когда что-то работает, что-то применяется, получается у нас нажимается буква Е, буква КУ. Как ключ-то? Просто ключ, окей. Найдите просто ключ. Без проблем, сейчас найдем просто ключ. Так, бегать могу, это плохо. Я надеюсь, что ЗИ бегать ни от кого не нужно будет. Кто-то там дал по башке, кто-то там что-то сделал, ну и все. Вот это... Ебаный, брат. Ты что? Ты что, блядь? Пилюльки еще одни. Так, здесь что у нас? Экзаминаль. Пациент 08, субъект перспективный. Сообщение. Возьми пилюли однажды каждые 10 минут, чтобы быть под контролем. Не читай, не позволяй этому времени пройти без применения пилюли. Хорошо. Я прочитал, хорошо. А мне засекать нужно внутренний таймер или как? Типа вот не прошло, еще 10 минут, и что дальше? Так, еще одна фотка. Еще одна фотка. Дай посмотрю, как я? Ага. Такие же часы, только уже нет картин с другой стороны, и дверь открыта, и там светло. Значит, мне туда нужно. Мне туда нужно, там красиво. Там красиво, там никого нет, там все прекрасно, там светло, там можно сесть. У меня уже двое пилюль, но 10 минут пока не прошло, судя по всему. Значит, я пока что не паникую. Что это такое? Ага. Нужно найти кассетку. Ну, недавно в каком-то инди-хорроре кассетку мы уже искали. Даже находили, даже смотрели. Так, экзаменаем шприц. Ничего интересного, положи назад. Психотика, психотическая депрессия, это подтип какой-то основной депрессии, которая... Окей, давайте почитаем эти, как их называют, хорошие медицинские термины, вдруг кому-то пригодится, вдруг мы что-нибудь поймем, вдруг самим будет интересно. Я надеюсь, что их здесь будет немного. Так, а сканируй, пожалуйста, и поехали. Переводите сразу мне, чтобы я здесь все перевел по научному тексту, так сказать, выбрать все. Смотри-ка, поехали. А психотическая депрессия, это подтип большой депрессии, которая возникает, когда тяжелое депрессивное заболевание включает в себя какую-либо форму психоза. Психозом могут быть галлюцинации, например, голос, говорящий вам, что вы плохой или никчемный, заблуждение, например, сильное чувство никчемности, неудач или совершенства греха, или какой-то другой разрыв с реальностью. Психотическая депрессия поражает примерно каждого четвертого человека, госпитализированного по поводу депрессии. Ясно тебе? Аккуратней с этой хуйней. Аккуратней с ней. Так, put down. Здесь что? Да, я почитаю. О, шизофрения! Ясно, понятно. Сейчас посмотрим. Сейчас шизофрению мы тоже рассекретим, поймем, что это такое. Так, а вот это вот выполняется поиск текста, выбрать... Кто-то в каком-то хорре спрашивал, что это я тут за магию делаю. Это, блядь, гугл-переводчик, который фотографирует и сам все переводит. Так, шизофрения. Это серьезное психическое расстройство, при котором люди неправильно интерпретируют реальность. Шизофрения может привести к некоторому сочетанию галлюцинаций, бреда и крайне неупорядочного мышления. И поведение, которое ухудшает повседневное функционирование и могут приводить к инвалидности. Больным в шизофрении требуется пожизненное лечение. Раннее лечение может помочь контролировать симптомы до того, как разовьются серьезные осложнения. И может улучшить долгосрочные перспективы. То есть, ясно, если чувствуешь, вдруг, не дай бог, я не знаю, блядь, мало ли вдруг, то сразу ко врачу, сразу кручу, говорю, блядь, шизофрения у меня, наверное, врач! Вылечи меня! Только так не кричи, а то тебя по-другому тягнут, куда они запрутят. Вот. Типа, чем раньше лечить, тем оно, соответственно, что это? Чем раньше... Каждая картина размещается в свой слот и изменяет структуру особняка! Ебать! У каждой картинки свой собственный слот. Так, не понял. А-а-а! Это типа, я могу либо такую, либо такую поставить, и что-то типа поменяется, либо не поменяется? Так, слот может содержать несколько картинок, но только одна картинка может быть размещена в слоте. Если две картинки имеют один и тот же слот, одна из них становится активной, когда будет помещена на другую картинку. Эффект особняка будет перемещен... Ну-ка, заменен новой картинкой. Будь осторожен, не все картинки хороши. Ладно, поставлю вот эту, она хотя бы красивая и там светлая, я тебе про нее говорил. Так, допустим. А это кто? Лаки Кубилиус, Джордан Такер, Лес Шрейдер, Шрейдер, Рэй Хайсмитт, Девен Баргис и Грей Госселин и Ян Каудил. Хорошо, Шрейдер, я знаю такого Шрейдер. Злодей такой в маске и говорил... Ебать! И говорил такой, здравствуйте, черепахи, я вас съем, убью, собака всегда режу. Так, взять... О, твой инвентарь был расширен, прекрасно. Вот это хорошо. То есть я сейчас куда-то вставил фоточку. И, соответственно, где-то там открылась какая-то проходочка. А кто кинул в меня вот этого покемона, блядь? Такой покемон был, нахуй, синий. Там торчали у него эти... Травяной, травяной, по-моему, специальный тип очень плохо воюет против этих... Против огненных. Это сто процентов, помню. Так, вот это твоему хуйню. Нет. Так, здесь я был. Вот, вот это. Ну, конечно, вот, пожалуйста. Вот, все, естественно. Так, отлично! Хорошо, красиво, что это такое? Так, это у меня кодовый замок. У меня кодовый замок. Кода у меня нет никакого, я его не открою. Так, ну и что? Опачки, спокойно, мы замазали. Подожди, это... Что? О, картиночка. Картиночка, это кассеточка. То есть сюда я зашел только, чтобы взять кассету и понять... Ебать я, ебать я шагаю уверенно по жизни. Смотри. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А похуй такой ходит, говорит, особняк меняется, ров ебал, нормально. Главное держать себя уверенно. Главное не показывать, что ты что-то заблудился, что-то не понимаешь, что тебе страшно. Срать ты на все хотел, запомни. Все, уверенная походка, строгий взгляд, голову гордо, держишь подбородок вверх. Идёшь нормально смотреть кассету. Похуй, там чё, порно, я не знаю, мультфильмы. Всё что угодно. Боевичок. Главное идти уверенно. Скажешь, чё дали, то и взял. Нет, в смысле, чё взял, то и взял. А чё это, значит, чё дали, то и взял. Значит, они там не сам управлять, что-то хуйня. Ладно, поехали. Инсерт. Повер, он VHS Player. Повер, хорошо. Инсерт. Кассетка. Ага, поехали. Так, а плей надо нажимать, да? Плей, хорошо. Так, 428, понял. Понял, код 428, надо записать. 428, 428. 428, в принципе, степени двойки можно зачитать. 4, 2 и 8. Посмотрел на картинки, на картинках нихера нет. 4, 2 и 8, ясно, понятно. Ах, ты ж какой толстячок стоит, сейчас у меня стоит. Ладно. 4, 2 и 8. Погнали. Я не буду ходить пешком, потому что, знаешь, всё-таки уверенная, походка уверенная, но нам тоже нужно немножко двигаться. Потому что мы не будем двигаться, то всё будет, всё очень сильно затянется. Я, на самом деле, думал, что вот эта игра будет прям короткая, а та про бабку будет длинная. Оказывается, что наоборот, про бабку прям вот ересь, блядь, ёбаная, а про это прям нормально. Так, 428, спокойно. Как это работает? Ротат. Ну, от сундук. И что дальше? Да ёб твою мать, у меня есть пароль. А. А. 428. Здравствуйте. Красота. Подсказку я нашёл. Так, а что дальше? Ух ты, 101 кабинет? Взять. А, ты нашёл ключ в комнате. Это вон там, наверное, который был, да? Так, не понял. Так, особняк поменялся, да? А, вон в той комнате всё окей. Вот к этой. Комната номер 100 там с чем-то. Отлично. Отлично! Так, страшные девки какие-то. Ага. Так, уже что-то вижу спокойно, что это такое. Зажигалка. Прекрасно. Зажигалка и свечка. Блядь, серьёзно. Свечка и зажигалка. То есть сейчас я, скорее всего, поднимаю вместе с тобой. Мы сидим с тобой. Не понял. Чё это? А, блядь, это психическое состояние. Как-то извини. Так, секунду. Убери это, нахуй. Не понял. Блядь! Да ну нет! Да нет! Да я не раз... А, континавт, спокойно. Я, бляхат, это не понял, как использовать-то. Окей, окей, недалеко, хорошо. Так, а курсор? 4, 2, 8. 8, хорошо. Убрал. Поднял. Убрал. Взял. Блядь, взял, говорю. Взял, положил. Так, пилюльку, пилюльку, пилюку. А, юз. О, хорошо. О, хорошо, поехали дальше. Я думал, с самого начала было бы вообще расстройство, на самом деле. Была бы прям грусть. Так, окей, юз. Так, юз, значит, зажигалка. Значит, открыть, значит, свечка. Что-то на свечку... А, нет, полная свечка. Хорошо. А комбинайн зажигалкой, да? Отлично. Это навсегда? Надеюсь, что да. Потому что... Ну, хотя, вроде как, нет. Ты не заебался меня кидаться-то, придурок. Что, блядь, кидается, 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 кидается. Так, нам сейчас нужно поместить фотку новую, судя по всему. И пойти уже в темный коридор. Это 100%. Да, поехали. Мы сходили в светлую комнату. Взяли там пароль. Посмотрели, что. Отклеили сундук. А теперь идем в темную комнату. Потому что у нас появилась свечка. Короче, все, в принципе, не особо стандартно. Но этот мужик за последние две недели уже третий раз к нам приходится. Третий раз он к нам приходит. Третий. Вот как сейчас, помню, блядь, третий раз. В одной игре он за нами бегал, не догнал. В другой игре он просто был. В этой он нас убил. Охуеть. Так, пилюльки. Хорошо. И что дальше? А, ложки. Так, еще одна фотка. Прекрасно. Не, ну, в принципе. Очень сильно даже интересная хуйня. С этой заменой фоток. С этими открытыми дверями. Разными какими-то непонятными перестройками особняка. Возможно, где-то такое уже и было. Но я, если честно, что-то не припомню. Чтобы с помощью фоток менялось пространство. Просто... Ясно, нахуй, скример. Ну, пространство где... Опа. Что это за хуйня? Сказал он. Ну, может, это какой-то музей приколов? Есть вот такие, да, в музей прикол. Там заходишь, а у тебя там, блядь, на полу пол, на потолке стулья и все дела. Так. Вот это новая херня. Я, наверное, поставлю вот так, чтобы было светлее, потому что мне некомфортно будет там ходить. Это где что открылось? Я немножко не пойму. Не пойму немножечко. Секунду. Давайте ее посмотрим в крупном плане. А, все, это сзади меня, судя по всему, откроется. Все, я понял. Где-то здесь прям буквально. Где она? Где она? Не понял, блядь. В смысле? Ты что? Алло. Алло! Что такое-то? Что ж такое-то? И че? А как она работает-то? Ну да, это рядом с монетафоном открывается проход. Ну и как ее положить? Типа я просрал уже все? А есть майн-меню и, типа, загрузиться? Типа с фотками нужно быть осторожнее. Откуда? С ящика опять? Да бля! What is this? Он опять говорит. Так, окей, теперь положил. Теперь положил, теперь открылась. Прекрасно. Прекрасно. Я не знаю, почему это залагало, но мне это не было. Блядь, толстечет, бежит! Твою мать, спокойно! Нет, ну пока бежим, пока все хорошо. Пока не бежим. Хе-хе-хе-хе, мать горилла, блядь. Так, хорошо, а мне типа по внарям бежать, да? Ты догонишь меня, убьешь, ломаешь пополам, или ты меня съешь? Мне просто ирестно, что ты хочешь со мной сделать. А-а-а-а! Ты не читал письма! Мистер Эванс ждет тебя upstairs. Наверху, 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 наверху. И, блядь, скривота хороша была. Хорош скривота, жалко свечка была, блядь, испортится, наверное. Ой, сука, испортится, скример, твою мать. Испортится, такой хороший скример был, я и был. Ну, сто процентов. Я надеюсь, ну, в принципе, если как-то свечку убрать, отрезать, отрезать, ну, там, наверное, просто на глаз попал. Блядь, как же обидно. Обидно, что скример пропал. Ну, с другой стороны, у нас есть бабка, а бабки у нас нет какой-то. А-а-а-а! Что, 10 минут уже прошло? Не может быть, не ври. Какие 10... Опачки. Какие 10 минут? Ты о чем? А, найди ключ. Не проходи, какие 10 минут? А, ну, может... Ну, нет, не может быть. Так, я где? Ага, вот это вот здесь. Так, а я что такое успокоил? А, это стаканчик. Так, тут уже закрыли. Хорошо, пока я ничего не буду никуда вставлять, пока посмотрим, что и где вообще есть. Чтобы понимать, что и где может меняться. А то сейчас день что-нибудь пропустим. В принципе, мне пилюльки вообще было бы неплохо найти, потому что у меня осталась одна баночка. А это уже очень-очень плохо. А-а-а! Подожди, так я же загружался. Я же загружался из главного меню. Это значит, что это первая пилюлька. О, хорошо, ладно. Тогда прошло 10 минут. Хорошо, тогда прошло. Просто если бы была вторая банка, то, получается, прошло бы уже 20 минут. А 20 минут явно пройти не могло. Тогда, да, тогда понимаю. Ой, я прыгать могу. Тогда понимаю. Все понимаю, ясно. Найдите ключ, хорошо, найду. Но здесь, в принципе, не так напряжно. Здесь есть скримеры. Есть бегущий толстячок. Да шо ж ты, блядь, все закрыто-то. Есть бегущий толстячок. И есть какой-то скример после бегущего толстячка. Ну, скример, на самом деле, был совсем неожиданный. Он как-то просто, что? Ай, дверь. Он прям... Не подожди. Он прям был, ну, совсем вот внезапный. Не было такого особо, чтобы где-то, блядь, после беготни такой резко внезапный скример сразу появлялся. Так, две фотки, окей. Уже целых две фотки. Где, блядь, все пилюльки-то? Это плохо, что здесь пилюль больше нет? Да шо ж ты, блядь, все заперто-то? Все заперли. Все позапирали. Хуй чего не найдешь. Так, раз, два, три. Бляха, нет таблеток. Нет, ну это плохо. У меня всего одна баночка осталась. Еще. Ты че, издеваешься? Еще одна. У меня три фотки просто на ровно месяц нашел. Да шо ж ты будешь делать-то, блядь? Так, ладно, у меня появилось три фотки. Скорее всего, две из них друг друга заменяют. А еще одна фотка, скорее всего, чего... О, а я это не понял. А это кто, блядь, будет открывать? Опа! А я тебе говорил. Кто это будет открывать? Ты почему меня не напоминаешь? Я просто сейчас был немножко в растерянности. Ты не напоминаешь мне про то, что нужно ящики открывать. А там, между прочим, пилюльки. А пилюльки нужно пить. Ты прописали, значит, надо. Не будешь пить пилюльки, садешь с ума, шутфрени, там это все хуйня. Пиздец. Так, ладно. Поехали. А, это все из разных слотов. Все, слот третий. Слот третий, это лестница наверх. Третий слот. Открыть ящик и заправить кровать. Ясно. Третий слот. Открыть ящик и заправить кровать. То есть мы где-то, во-первых, нашли лестницу. Вопрос, где? Открыли ящик. Это что? Вот это что такое, блядь? Это что, сука? Это, блядь, за партизан сидит. А! Блядь! Да твое деда нахуй, я думал, это ноги, типа. Блядь, а это вообще медведь. Хорошо. Я подумал, что там стоит какой-то мужик, а там вылетела крыса. А походу... Ой, блядь. Не понял, блядь. А кто кровать-то заправлять будет? Я же вставил заправленную кровать. Что за херня? Так, а огонь... А это... Не понял. Серьезно. Я заправленную кровать заказывал, алло! Что, блядь, за отель у вас такой? Так а где лестница? А... Это там, где была кирпичная стена, ясно. Может, я на другом этаже кровать заправил? Не исключено. Так, окей, сейчас не запутаться, главное. Поднясь на второй этаж, что у нас здесь? Сразу за лестницу сходим, чтобы понять, есть там что-то или нет. Я так понимаю, что бегать от толстячка мы будем только по лесу. Просто по дому от него некуда будет убежать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Аккуратно, раз, два, три, четыре, пять. Короче, у меня, если что, есть очень мало дырка. У меня есть очень мало времени на то, чтобы принять пилюли, когда меня начнёт хуярить. Как только меня начнёт хуярить, если я быстренько не выпью пилюли, у меня расхуярит мужик. Вопрос, где было сохранение? Вот в чём вопрос хороший, кстати говоря. Так, почему-то здесь не хватает, это, наверное, всё уберётся, да? Ясно. Ну, не знаю, на самом деле, ходить и искать пилюльки, это не очень интересно. Так, экзаменайн. А, нельзя, да? Просто там, кто можно прочитать, там было написано, что можно прочитать. Так, вот тут я заправил кровати, нет? Закрой. С другой стороны, ища пилюльки, мы не просто открываем кучу пустых ящиков, мы в это время ещё и пытаемся найти какие-нибудь ключи. Просто если искать одни ключи, это будет скучно, а с пилюльками уже повеселее. Так, окей, замок кодовый, замок кодовый, кода нет, кода нет. Подождём. Короче, в спальне наверху, если что, есть кодовый замочек, шкафчик, ящичек. Мы его откроем, что-то там возьмём. Не забудь, напиши себе на листочке где-нибудь, что на втором этаже, рядом с заправленными кроватями, есть ящичек. Иначе я забуду, опять мне не подскажут ничего. Так, ещё одна фотка, прекрасно. Ещё одна фоточка. Здесь у нас тупик, сюда чего? А-то закрыто. Очень много ключей в этом доме. Всё, блядь, позакрывали, абсолютно всё. Где мне и что мне и как мне открывать, я уже растерялся. Здесь столько ключей, что просто невозможно. Здесь столько, точнее, дверей. Где я, блядь, столько ключей-то вам найду? Хорошо, ясно. Так, ладно, я подобрал ещё одну фотку. Ещё одну фотку, непонятно для чего. Опять стоит, смотри, опять скривота и бады. Это какая-то плачущая девочка. Блядь, твою нахуй подпрыгнул. Какие громкие звуки, блядские. Я ожидал этого, я ожидал мужика. Она, сука, развалилась передо мной. Ладно, так, а что я подобрал? Подобрал слот 6, и что это? Слот 6, это та спальня, которая не заправлена. Вон там, вон. И там типа ящик, и что? Ага, ключ. Ключ от 106-й двери. Или просто от какой-нибудь. А они, блядь, подписаны. Да ладно, искать определённую дверь? Давайте поищем. Так, здесь тупик. Хорошо. Ну, 106-й, это должно быть на первом этаже. Типа цифра 1, это первый этаж. Так а хуя закрыта, если это одна этажа комната? Я так понимаю, это же круговая комната. Это же вот эта же дверь. Чего она закрыта-то? Так, 106-я комната. Нет, подожди. 106-я, она не может быть на втором этаже. Это же правило. Типа первая цифра, это этаж. Когда много комнаты, все они заперты. Первая цифра, это этаж. Потом, ну, типа номер, квартира, двери, там, всё, что угодно. Это я про эти, там, всякие отели, хуели. Вот про это вот. Ну, раз нет, так нет. Пойдём посмотрим здесь. Нет. 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 Да. Хорошо, самое... Ух, ебать. Так, ну, здесь сейчас побежим. Здесь сейчас сто процентов побежим. Главное потом будет успеть принять пилюльку во время побег... Куда? А. Во время побега главное потом успеть принять пилюльку. Сохранение, отлично. Это будет какой-нибудь, наверное, побегающий лабиринт. Вижу кровь, всё пизда. В крови ничего хорошего нет. Допт. И что такое допт? Допт. Что такое допт? Допт. Доубот. Ну, спокойно, нахуй. Так, это... Как это очистить? Закрыть, выключить, открыть, закрыть. Так, доубот. Это, ну, сомнение что-то какое-то, или что-то типа того. Доубот. Сомневаться! А, окей. Сомневаешься? Тогда нахуй его? Или типа это подсказка, что сомневаешься и нужно идти? А, охуенно, да. Так, ну-ка пойдём по сомнению сходим. Мы сейчас так вообще заблудаем, здесь непонятно куда идти будет. Так, ладно, давайте. А, это типа перекрёсток? Нет, почему? Правее написано. Пойдём сюда. Типа сомневаюсь, но иду. Ю-А-ВИК. Слабый в смысле? Слабый, да? Уик. Слабый. А Уик? Неделя. Да. Ебанглийский, да? Знаю. Так, ну отсюда я пришёл, по-моему, нет? Или нет? Ладно, пойдёмте по надписям, это логично, наверное. Если есть надпися, пойдёмте по ним. Сам-то слабый, понял, нахуй? Ёбаный фломастер. Написал мне тут говна всякого. Что найду, тебя и сломаю пополам, нахуй. Будешь мне выёбываться ещё. Сраный карандаш. Паскуда. Вот. Так. Умри. Хуй тебе. Ясно? Понятно? Помчал вперёд. Тихо-тихо-тихо, не паникуй. Не паникуй, всё нормально. Всё, реально, ты не паникуй просто. Ты не паникуй, и всё, всё будет нормально. Так, а где какие-нибудь надписи-то ещё? Там типа... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Какие вкусные таблетки. Жрят их с таким наслаждением. Так, не понял я. Я немножко не понял вообще. Вон туда пойдём. Нет, ну лабиринт без подписи, это сомнительная затея. Ещё и темно, блядь. Отсюда вообще есть выход? Можно выбраться? Ну пока прям темно-темно-темно-темно. Прям очень темно. И тут, блядь, и тупик, да? Ладно. Ладно, хорошо. Ладно, прекрасно. Давайте искать выход. Так, откуда я пришёл? Вопрос на миллион. Откуда я пришёл? По-моему, оттуда. Пойдём сюда. Я не знаю, вообще нужно идти на свет или не на свет. Так, умри. Окей. Это мы там были. Ага. Трэш. Мусор. Где? Сюда? Или это типа меня называют? Ну, это какие-то обзывательства уже пошли. Нахуй это нужно, блядь. Трэш. Дай, блядь. Вик. Охуел, что ли? Кто это писал, блядь? Я найду, нахуй тебя. Так, дал по кругу. Окей. Ага. Дал по кругу. Хорошо. То есть, получается... Пойдёмте, может, сюда? А, нет. Умри. Потом трэш. Тогда вперёд пойдём. Я так понимаю, нужно реально искать слова. Так, здесь тупик опять. Или нет? Я запутался. Я здесь был, не был. Блядь, ну лабиринты ебучие в этих хорах. Ну, кто нахуй придумал добавить ебаный лабиринт? Это же так бесполезно. Ну, это прям глупо, нахуй. Опять по кругу бегу. Сука, добавлять лабиринты, блядь, без всяких указателей, это совсем хуйня. Ну, это уже неинтересно никому эти лабиринты ёбаные. Зачем их добавляют? Ну, что за бредни, блядь? Лабиринты, лабиринты, лабиринты. Вот охуенно мне сейчас интересно здесь бегать. Здесь я, по-моему, был только что. Ну, не только что, но чуть-чуть недавно. А может и нет. Блядь, ну, конечно, был. Это мне не нравится. Вот всё бы хорошо, если бы не этот странный лабиринт. Я, по-моему, по всем направлениям уже сходил, по которым нужно было сходить здесь. После слова умри. Нет, ну это хуйня какая-то знатная. Ну, я не знаю. Пойдёмте назад. Назад, вроде, я вроде не ходил. А, нет, ходил, окей. Ну и что дальше? Я сходил уже во все стороны. В чём проблема? Сюда я ходил. Сейчас мы здесь круг навернём. Это, блядь. Ну, что за хуйня? Ещё один круг, и я заканчиваю на этом тогда. А-а-а! О, блядь. 7-1-3. 7-1-3. 7-1-3, окей. 713, понял. 713, понял, понял, понял. 713, да понял, я понял. 713, понял. Не понял, блядь. 7-1-3. О-о-о-о-о-оо-о-о-о! Серьёзно? Это теперь ещё и назад хуярить? Это мы дошли досюда, чтобы нажать на ёбаный проигрыватель? Так, где там у нас этот... Умри-то, блядь. 713, 713, 713, 713. Запомни, где, блядь, эта хуйня? Он так и будет ее там трещать, да? Ну ты ептываешь мать, серьезно? Сейчас нужно идти обратно по словам Да где? Ну где-то же рядом было А, ну вот Так, окей, теперь назад Потом там главное не запутаться нигде Ю, а Вик так нам сюда потом Потом сюда, окей 713 Ладно, выбрался Ладно, это было не так сложно, но это очень на самом деле напряженно Прям не надо было этого делать Так, 713, ящик у нас где? Ящик, по-моему, на втором этаже, там где спальня, да? Вот здесь Да, вот здесь Так, поехали Раз Два Волчест Да я понял, курсор Вот так 713 Хорошо Открывайся Поворачивайся 101 кабинет Прекрасно 101 кабинет, хорошо Это теперь какой? Замечательно, напротив Сохранение пошло Ничего не видно вообще Вообще темно стало Вперед прям буквально вот до расстояния свечки видно И вообще ничего не видно Ебануться Вообще ничего не видно Тихо, 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 тихо Тихо, тихо Тихо, не дури Не дури Не дури Ну вот сюда, конечно, скример надо И заканчивать Прям скример И закончит Игра такая Гайм Мовер И всё Блять, ещё один ключ То есть, теперь мы будем ходить по комнатам И собирать ключи Дляی Для того, чтобы собирать другие ключи Да? да ты чё нихуя угадал серьезно страх ну хуй то там еще одна бляха еще одна фотка так тут стоит вижу вижу тут стоит все вижу тот стоит это было страшно да я обосрался прям не могу ой 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 блять пойду немножко посижу день там где поэтому не так страшно еще одна фотка на самом деле надо заканчивать в принципе принцип понятен этой игры в ней нет сюжет совершенно никакого по крайней мере его не увидел так слот 9 охуеть ладно давайте на этом заканчивать вот что хотел рассказать все прекрасно знают наверно из вас буквально все знают что мы с ютубом мы тут это мы типа тесно общаемся все вот эти дела и поэтому мы так сказать решили что я я буду вам рассказывать о youtube премиуме это если вдруг суток не знаю youtube премиум это специальная подписка на youtube благодаря которой вы не смотрите рекламу не отрывайте от просмотра видео а у вас будет доступ youtube music вы можете слушать музыку сверти коллекции лайкать то вот это все делать персональные подборки это 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 для кого это подойдет опять таки это важно услышать для того кто занимается на ютубе учебой например для того кто свой какие-то рецепты срочные хочет что-то приготовить на него потому что в рецептах написано ждем одну минуту потом вдруг не завтра включается реклама у тебя все сгорает дом полыхает короче жопа вообще непонятно отключаем рекламу соответственно спокойно смотрим этот рецепт занимаемся а йогой какой-нибудь физической зарядкой понимаешь где нужно сохранять темп сказать ритм нужно вот это все делать и нельзя прерываться на просмотр рекламы потом ты можешь скачивать видео свои дни свои любые видео может скачивать себе на телефон и смотрите в поездках там где нет интернета там где интернет кто-нибудь глушит понимаешь в самолетах вообще там где нет доступа интернету и вообще как утром это все до сюда это дорого короче непонятно куда это все девать скачешь телефон заранее смотришь кроме того ты можешь сидеть и просто отдыхать ты можешь заниматься своей учебой но хочешь послушать какую-то музыку но не хочешь копаться своей подбирать это такое взял включил музыку на фоне все спокойно все играет вот и все кроме того а это все пока что пока пока что это все что я хотел бы сказать я дополню это в следующем рассказе потому что этот рассказ будет не единичный он не всегда но не единичный я есть ты понял про преимущества youtube премиум и подключил себе если ты входишь в одну из этих категорий этих людей которым нужна фоновая прослушка не нужна реклама не нужно отвлекаться как у меня кстати игры если что youtube премиум подключен потому что это очень удобно к смотришь youtube и не включается рекламу вот не включается реклама на этом все на этом все мы с ютубом собственно будем вот это вот в дело потому что моя я уже практически там поднялся по карьерной лестнице скоро я директор стану наверное мне мне сказали что типа еще по раз и скорее всего зам директора точно стану поэтому ссылка на поле в описании под видео подписывайтесь на канал на паблик на твиттер астаграм комментируйте ставьте лайки за проколокольте ставьте там все уведомления и смотрите еще круче к ребятушки всем пока раньше здесь был мат украшеная лестнице